Интеграция субъектов рынка ЖКХ Среднего Урала с единой государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства идёт в хорошем рабочем режиме. Такую оценку работе поставщиков информации в сфере ЖКХ Свердловской области дал заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев. В Екатеринбурге под председательством федерального замминистра состоялось межрегиональное совещание с субъектами Уральского федерального округа по подведению предварительных итогов внедрения ГИС ЖКХ. В его работе приняли участие около 400 представителей отрасли. Было отмечено, что к настоящему моменту соглашения об опытной эксплуатации системы подписаны с 80 регионами страны. В ГИС ЖКХ зарегистрировано почти 42 тысячи поставщиков информации. Из них управляющих организаций более 13,5 тысяч, ТСЖ, ЖСК и ЖК более 11 тысяч, ресурсоснабжающих организаций более 7 тысяч и органов власти более 9 тысяч. По Свердловской области в системе зарегистрировано более 43% поставщиков информации. Это все управляющие компании, более 27% ТСЖ, ЖК, ЖСК, почти 54% ресурсоснабжающих организаций, более половины органов местного самоуправления и около 86% исполнительных органов госвласти. Михаил Евраев отметил, что согласно статистике обращений в службу технической поддержки ГИС ЖКХ, среди регионов Уральского федерального округа Свердловская область занимает лидирующие позиции. Это говорит об активности и большой заинтересованности субъектов регионального рынка в скорейшей интеграции с единой информационной системой. В настоящее время процесс ее наполнения продолжается, и Свердловская область работает в данном направлении в хорошем рабочем режиме. В первую очередь мы рассчитываем на норму, которая заложена в законодательство. Это экономическая мотивация. То есть, если информация не будет размещена в системе, то человек получает законное право не платить за услуги ЖКХ до тех пор, пока информация в системе не будет размещена. То есть, простой принцип. Нет информации, нет денег. Несмотря на тестовый режим работы, жители Среднего Урала уже сейчас могут воспользоваться ресурсами системы для направления обращений в органы государственной власти. Ознакомление с последними новостями в сфере ЖКХ. Изучение нормативно-правовой базы Российской Федерации. В дальнейшем гражданам будут доступны дополнительные сервисы. Они смогут видеть свои квартиры, получать полную и актуальную информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, об оказываемых ими услугах, выполняемых по дому работах и начислениях за ЖКУ и многое другое. Он сообщил, что в промышленную эксплуатацию систему планируется запустить во второй половине мая. Исходя из этого, регионам необходимо принять исчерпывающие меры для завершения регистрации органов власти и участников рынка ЖКХ, обеспечить размещение их информации в ГИС ЖКХ. Замминистра акцентировал внимание участников совещания на том, что одним из основных принципов работы ГИС ЖКХ является однократность ввода информации, то есть система будет интегрирована со всеми действующими государственными информационными ресурсами в сфере ЖКХ. И это позволит сохранить уже собранную информацию. А коммунальным предприятиям и управляющим организациям продолжить работу в привычной системе. В свою очередь, вице-премьер правительства Свердловской области Сергей Зырянов отметил, что для Среднего Урала, помимо вышеперечисленных преимуществ, интеграция с ГИС ЖКХ особенно актуальна еще и в силу того, что его жилищно-коммунальный комплекс является одним из самых крупных в стране. В сфере ЖКХ здесь работают более 3700 организаций. И единый информационный ресурс обеспечит не только прозрачность деятельности указанных организаций, но и станет дополнительным инструментом для принятия комплексных, системных и эффективных управленческих решений в вопросах развития отрасли. Мы понимаем, что получать информацию уже аналитику, получать ту информацию, которая будет полезна и с точки зрения принятия управленческих решений, это, наверное, еще не скоро. Она сейчас сконцентрироваться на том, чтобы все зарегистрировались и что все начали регулярно представлять информацию. Вот это мы ставим основную задачу и мы ее будем решать. Появление такой системы, несомненно, порадует жителей Артемовского городского округа, для которого вопрос о ЖКХ чуть ли не самый важный и острый. С запуском системы отпадает надобность обивать пороги обслуживающих компаний, других органов и учреждений, так или иначе задействованных в сфере ЖКХ. Часто жители не понимают, куда уходят их деньги, когда начнутся ремонтные и иные работы на определенном объекте. Почему предоставляемые услуги стоят именно столько? К сожалению, в данный момент получение такой информации связано с большим трудом и затратами времени. Нередко на вопросы жителей ответственные лица попросту отказываются от комментариев или увиливают от них, затягивая время, в то время как они продолжают оставаться нерешенными. Конечно, далеко не все люди преклонного возраста имеют доступ к интернету навыки работы в сети. Сейчас важно, чтобы те их родственники, соседи, друзья, которые имеют такие навыки и возможность, помогли пожилым людям разобраться в системе, да и сами протестировали ГИС ЖКХ. Субтитры создавал DimaTorzok